Это 18-я ассамблея «Здоровая Москва». И у нас только лучшие спикеры, только самые интересные гости. И в данный момент у нас в гостях Евгений Леонидович Никонов. Это доктор наук, заведующий кафедрой гастроэнтерологии в факультете дополнительного профессионального образования РНИМУ, а по-старому 2-го медицинского университета. Как правило, Евгений Леонидович, мы с вами беседуем по поводу гастроэнтерологии. Да, обычно про колоноскопия. Да, да, да. Ну потому что действительно актуально. 40-45, теперь 45, все-таки как-то более-менее утвердили. Но сегодня хочу, конечно, спросить наиболее актуально, что здесь вообще происходит? Потому что вот уже, я сегодня приехал к 10-ти, тут уже была активная работа, потом активные круглые столы, везде максимальные дискуссии, громадное количество людей. Вы вообще опоздали, потому что все заинтересованные врачи приехали полвосьмого. В 8-м началось одновременно 9 секций. И секции потрясающие. Я могу сказать, что сегодня количество спикеров иностранных и звезд российских, именно медицинских, просто зашкаливает. У нас сегодня прошла великолепная эндоскопическая секция, и сейчас идет эндоскопическая секция. У нас сегодня присутствует здесь Линда Рабинек, это президент Всемирной эндоскопической организации, Александр Репичи, это руководитель клиники эндоскопии университета Юниматес в Милане, это Майкл Хафнер, это клиника Аркад во Франции, и это ключевой человек в Европе вообще потому, что связано со словом искусственный интеллект в эндоскопии. Но это я сказал по своей специальности. И так по каждому блоку. Марика по реабилитологии прилетела из Швеции. Великолепная секция по рентгенологии у Сергея Павловича Морозова. Академик Пушкарь провел тоже великолепную секцию. То есть все очень хорошо. Но самое главное событие сегодняшнего дня – это награждение молодых врачей. Вы представьте себе, зал больше двух тысяч человек. Он полный, он битком набит. И в этом зале про каждого молодого врача, который принял участие в конкурсе, снят ролик. Эвелина Закамская ведет премии врачам и знаки вручал министр, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Иванович Хрипун и академик, статс-секретарь отделения медицинских наук, большой академии Российской Федерации, бывший министр Российской Федерации, академик Владимир Иванович Стародубов. Это было фантастично. Я думаю, что все очень хорошо сложилось. И даже выступление певицы Этери Бариашвили пришлось к тем, потому что, оказывается, она тоже врачик Шоргиникова. Я вот, честно говоря, не знал, но это потрясающе. Так что это вот так все хорошо сложилось. И сейчас на ассамблеи очень много людей. Идут целым потоком сестринские секции. Сегодня третий день ассамблеи. Официальную регистрацию прошли 65 тысяч человек. Каждый день проходит более 20 тысяч человек физически. Это уникальные посетители. Это успех. Я считаю, что... Абсолютно точно. В принципе, конференция выходит на уровень какого-нибудь хорошего конгресса типа RCNA. Очень похоже на то. Я еще это сравниваю с таким американским конгрессом, что ближе все-таки мне, когда это кардиологический конгресс. Огромные совершенно конгрессы. И самое интересное то, что... Я всегда на это обращаю внимание. Огромное количество улыбок. Народ себя чувствует расслабленно, потому что есть зоны, где можно поиграть, где можно попить кофе, что-то обсудить. Это очень важно. Но я хочу акцентировать внимание на вчерашнем дне. Потому что событие, которое собрал огромный зал вчера, это, в принципе, цифровизация. То, о чем мы говорим. И цифровая медицина. Немножечко ваших комментариев, как это было? И как вообще реагировал народ? Ну, все очень просто. Мы должны уже перейти от понимания того, что мы занимаемся автоматизацией, мы должны перейти к следующим этапам. Мы должны перейти к этапу, когда мы прописываем такие алгоритмы, которые реально помогают врачу работать. И, ну вот, я сейчас приведу простой пример, чего добились, например, кардиологи со своим искусственным интеллектом и обсуждением. Если вы делаете кардиограмму человеку старше 45 лет, то сейчас есть такое программное обеспечение, которое может по кардиограмме сказать, сколько человеку лет точно, с точностью 94-96%, и определить даже пол. То есть объем машинного обучения очень большой. Набирается большая библиотека образов в рентгенологии, в эндоскопии, во всех остальных направлениях. Вот эта трансформация происходит. Пациент меняет свою роль, он становится экспертом, и он предъявляет другие требования к медицине. Вы сейчас сказали, да, Евгений Леонидович, вы сказали очень важную вещь, потому что даже сегодня Сергеем Павловичем, когда мы ввели секцию сегодня, мы это обсудили, то, что если сейчас искусственный интеллект, кому он принадлежит? Врачу. Дальше он будет принадлежать медицинской сестре, а дальше, скорее всего, он будет принадлежать пациенту. Это точно. Вот на секции по искусственному интеллекту, по эндоскопии мы Александра спросили, Александра, что дальше? Он говорит, дальше все очень просто. Дальше медсестры, капсулы, искусственный интеллект. Все. То есть мы перешагиваем эту историю. Это же классно. С одной стороны, да, с другой стороны, знаете, всегда вспоминается фильм «Я робот». Они нас не поработят, искусственный интеллект? Нет, ну понимаете, алгоритм это все равно мы прописываем. Вот я думаю, что мы где-то там запятую вовремя поставим. Это, наверное, самое главное. Евгений Леонидович, как вы видите последующие годы, потому что есть большой опыт накопленный в принципе ассамблеи. Что бы хотелось, может быть, добавить, может быть, кого-то еще позвать, что-то расширить? Следующий год ассамблеи, я думаю, изменит немножко свой формат, потому что тренинг зоны будет увеличен раза в три. Это очень востребовано. Необходимо создавать отдельную площадку по общению с населением. То есть у населения очень большой запрос на разные исследования, консультации и так далее. Я думаю, что мы вот добавим в этой части. И, несомненно, все, что мы делаем, нужно очень подробно доносить до пациентов. И вот это ассамблея не уникальна в том, что впервые, ведь всегда же что такое было ассамблея? Это было чисто медицинское мероприятие. Оно не начало никакого такого общегосударственного политического момента. Оно было вот, вот врачи собрались там, чего-то пообсуждали там. А тут, пожалуйста, пациенты приходят. Вот школьники, 11 класс, медклассы все проходят через ассамблею. Они все побывали на выставке, они все посмотрели. И завтра будут еще. И завтра будут еще. Посмотрите, какая активность сестер. Она просто какая-то запредельная. И даже те компании, которые у нас пришли на выставку, крупные производители, они, честно говоря, вот я встречался, говорят, мы такого давно не видели, интереса к нашим изделиям, к нашему производству и вообще интереса к технологиям, заинтересованности в этом. Спасибо большое, Евгений Владимирович. Я хочу вам напомнить, что у нас в гостях был наш друг, друг первого медицинского канала. Мы находимся на 18-й ассамблее здоровья Москвы. Евгений Владимирович Никонов. Еще полтора дня вы успеете. Еще полтора дня вы успеете. И, кстати, по поводу школьников быстренько добавлю. Действительно, даже я был шокирован, что огромное количество школьников здесь, потому что Геотар в том числе представляет большое количество различных симуляторов, которые нам нужны. И в том числе это завтра мы будем еще развивать. Через два часа подведение итогов чемпионата по колоноскопии и победителей в Японию на месяц. До встречи. Все сказали, все сказали, до встречи.